Пару слов экспромтом про музей, современный музей современного Иркутска. Я, к сожалению, не смогу быть, хотя у меня есть что сказать, и я давно хотел это сказать, и вот спасибо, что есть такой повод. И может быть даже то, что я не буду присутствовать там среди многочисленной публики, даже лучше я сейчас могу сказать все, что хочу, а вы уж хотите это, принимайте ко вниманию, хотите не принимайте. Вот сама формулировка современный музей, современного искусства. Смотрю, музей, храм Мус, учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением, экспонированием предметов, памятников исторической истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской популярной деятельностью. Ну, понятно, что у нас у всех, по-моему, ассоциируется музей с историей, да? Поэтому музей современного Иркутска, у меня какой-то так когнитивный диссонанс возникает, не знаю. Дело в том, что для меня действительно музей это собрание чего-то из истории, того, что уже уходит. Вот. Современный Иркутск – это вот то, что сегодня существует. По сути дела, вот современный город Иркутск, он и есть сам по себе, ну, как бы вот этот музей. Ну, то есть он и есть собрание современного Иркутска. То есть для чего? Для современного Иркутска, в котором мы живем, ходим по нему, да? Делать музей. Ну, вот ситуация примерно как с брендом. Есть Иркутск. Собственно, если говорить это неприличное иностранное слово «бренд», да, то, собственно, вот Иркутск и то, что вот он из себя представляет, это и есть бренд. И зачем еще Иркутску придумывать еще бренд Иркутска, да? Ну, понятно, зачем. Для того, чтобы на этом деле попилить какие-то деньги. Кому-то предложить, кому-то обсудить, где-то оттянуть, кому-то заплатить и всем поделить. Я другой причины заниматься всеми этими делами не вижу. Ну, и еще, может быть, как-то на этом себе заработать какую-то популярность, может быть, там. Ну, и все это связано, опять же, с какой-то прибылью. Короче говоря, вот в том виде формулировка «современный музей современного Иркутска», я вот дословно, если воспринимать, я это не воспринимаю. Современного Иркутска или современного искусства – это тоже разные вещи. Я надеюсь, что речь идет не про музей современного искусства, это совсем другое, правильно? Поэтому будем говорить все-таки про музей города. Так скажем, музей города. Ну, вот мы понимаем музейный комплекс Тольцы. Такой музей в Иркутске, Иркутска, тоже нужен. И я об этом скажу отдельно. Но это музей старого Иркутска. Что значит музей современного Иркутска? Ну, то есть, это надо что? В какое-то определенное место, помещение, храм, муз, как это сказано, да, дословно, свести что-то современный какой-то Иркутск. Что это? Современные дома? Да вообще достойны ли они у нас, кстати говоря, того, чтобы их в музей собирать? Не знаю. Но вот постановка этого вопроса, тем не менее, дает мне возможность высказать свою идею, которую я в свое время, наверное, уже год назад, если не больше, предлагал Сергею Маяренкову. И он обещал мне и говорил, что он донес это даже до мэра. Это про музей, это назвать можно музей, я это называю банкой, можно назвать полигон, можно назвать как угодно. Вот эта моя идея заключается в следующем. Что, ну, это, сказать, вынужденная мера. Вообще, настоящему, живому, живущему, функционирующему нормально городу не нужен музей этого города. Вот. Понятно, что музей нужен умирающему городу, правильно? Зачем вам живому музей? Либо мы должны в этот музей привезти все там то, что уходит, уничтожается. Так вот, дело в том, что, ну, мы уже должны посыпать пеплом голову и признать, что Иркутск мы теряем. Он от нас уходит катастрофически, и спасти мы его практически не можем. Никакими силами. Более того, что, я думаю, что есть заинтересованные силы в его уничтожении. Но есть и еще какие-то люди, которые пытаются это сохранить, для которых это дорого. Вот то, что мы теряем буквально на каждом углу, буквально на каждой улице, мы теряем, теряем, теряем и теряем. Вот тем людям, которые находятся при власти, при вот этой градостроительной ситуации, при истории всем, для очистки совести, поскольку все-таки, если они там находятся, это их вина, вот для очистки совести надо крайне срочно сделать такой музей. Ну, назовем его музей, хотя мне слово музей не очень нравится, я бы его назвал полигоном, да? Потому что все-таки музей города не подразумевает это вот здание. Я вижу в этом, что это должно быть какая-то площадка, вот, может быть, это какой-то большой ангар, крытый, да? В которой пока не поздно, вот на каждом углу мы видим уничтожаемые дома, они все равно будут погибнуть. Вот даже те, которые сегодня подкрашивают перед смертью фасадники, делая якобы благое дело, а на самом деле, в общем-то, так приукрашая эту смерть этих домов, ну, они вот еще два годика постоят, и под этой краской они окончательно сгниют. Ну, понятно, да, что это, ну, на мой взгляд, ну, вот, казалось бы, энтузиазм, хорошее дело, все хорошо, да? А на самом-то деле, это мы замазываем проблему, мы ее закрашиваем. Ну, там говорят мне, что параллельно вопросы решаются. Ну, наверное, но я не вижу, честно говоря. Я каждый день хожу по Иркутску, каждый день его рисую, и я вижу его, ну, буквально, динамику его уничтожения. Я 40 лет рисую Иркутск, 40 лет его фотографирую, и за последние 5 лет катастрофа. Если еще предыдущие годы как-то это все было. Поэтому действительно необходимо его спасать. Но спасать уже, я понимаю, цивилизованными, правильными, реставрационными, архитектурными средствами невозможно. Все, уже на город наложили лапу власть имущие, богатые люди, которым нужна вот эта намоленная земля в центре города, и они приложат все усилия, чтобы все-таки стереть город с лица земли. И даже все вот эти вот благие намерения, типа, поначалу благие намерения, типа 130-го квартала, сегодня эти кварталы иркутские, да, это все-таки мертвые припарки, и попытка все-таки цивилизованно эту территорию окончательно поделить и распилить. Я так уверен, да? Вот. Вот. Чем 130-й квартал не мог бы быть тем самым современным музеем Иркутска? В данном случае слово современного Иркутска я опускаю вообще как глупость. Я считаю это глупость. Не нужен современный музей современного Иркутска. Все, не нужно. Это какая-то... ну, я не знаю, кто придумал это название, это важно. Пусть на ваш... А вот современный музей или не современный музей, ну, просто музей. Музей Иркутска, ну, не вот тот, который у нас там на франке Каменецкого находится, а именно архитектура Иркутска, да, архитектурного Иркутска, вот он нужен. Я сейчас о нем веду и речь. Вот его-то нам и нужно. И в каком он виде должен быть? Ну, вот смотрите, там полдома уже развалилось, там остались одни окна, там ворота упали. Там еще что-то, там еще что-то. Вот эти останки хотя бы, хотя бы подобрать. Видим мы, что этот дом, ну, даже его и красить, может быть, не надо, деньги там какие-то тратить. Давайте его аккуратно хотя бы перенесем. Давайте. Потому что все равно он будет уничтожен. Я могу, вот 90% домов в центре этих деревянных, они не будут... Какие 90? 99, они не будут восстановлены. Еще каменные, может быть, будут как-то там реставрироваться. А деревянные, они же все уже на 2 метра ушли в землю. Чтобы восстановить и по-настоящему реставрировать этот дом, конечно же, надо его поднимать. Это большие деньги, понятно. Да, у города, да. У области, которая торгует лесом направо-налево, которая там золото добывает, тогда, конечно, нет денег, чтобы один десяток домиков спасти. Конечно, денег нет, понятно, да. Но это экономика, не мои вопросы. Вернемся к музею. Полигон. Я не знаю где. В принципе, в идеале, это мог бы быть и в центре города. Место, площадка можно найти. Кстати, вот, бывший ЦПКО, да, там можно найти место. Как раз там кладбище. Как раз вот эта мемориальная такая ситуация. Но нет, я сейчас про место не буду говорить. Это надо делать, думать отдельно. Вполне возможно, что даже и не в центре города, ладно. Не дадут нам торговцы, даже не клочка земли в центре города, вот эти же откупленные, уже хозяева нашей земли, не дадут нам этого места. Ладно, хотя бы где-то так вот в пределах города, не обязательно в центре, да. Это должно быть несколько кварталов или хотя бы один квартал, да, который огорожен какими-то конструкциями. Ангар, в который свести все эти останки города. Конечно, нужны какие-то, я думаю, небольшие средства. В том числе это могут быть волонтеры, в том числе это могут быть студенты, архитекторы, студенты-строители, студенты-историки. Они там могут проходить практику, они могут в качестве практики заниматься этим. Это надо, собственно, один грузовик с краном, да, и несколько человек, которые могут вот так вот это все с места на место перевести, там поставить в более-менее защищенном месте. И как-то расположить эти вот останки, наличники, ставни, детали, расположить это в какую-то экспозиционную ситуацию. Во-первых, мы это спасем, во-вторых, это будет как раз тем самым местом для научного исследования. В-третьих, это на будущее задел. В-четвертых, это готовые детали для будущего Иркутска, каким я его вижу. Это я отдельно расскажу, каким я вижу отдельный Иркутск. Наш современный Иркутск с переходом вот с этим, со связью с историей. Это будет банк тех останков города. Более того, мне задавали вопрос, а где деньги и так далее. Я не знаю, где деньги брать. Во-первых, это стопроцентно небольшие деньги. Тем более, вы этот вопрос поставили, каким должен быть Иркутск, этот музей, я отвечаю. Деньги должны добывать вы, товарищи, те, кто закончили экономические академии, те, кто находится при администрации, финансисты. У нас есть грамотные, очень умные, образованные финансисты. Я-то не финансист, я художник и архитектор. Я могу давать идеи. Где добывать деньги, не спрашивайте меня. Вот Мояренков меня постоянно, все время пытается. Вот вы, говорит, возьмите и найдите, вы возьмите и сделайте. Да нет, я не буду за вас делать эту работу. Я вот как архитектор могу взять сейчас и нарисовать, как это должно быть. Где взять деньги, это должны думать люди с экономическим образованием, администраторы и так далее. Мы вот в паре с вами, давайте работать. Я даю идеи, а вы ищите деньги, изыскывайте. Тем более, что для меня деньги вот эти вот, опять же, я говорю, в области, богатейшей области России, и вообще деньги небольшие, это относительно небольшие. И, конечно, там, не знаю, сотни раз меньше, чем построить вот этот модный квартал. Это не проблема. Но самое-то главное, самое главное, что даже будучи меркантильным, то есть мало того, что мы совесть очищаем, мало того, что мы действительно спасаем как-то Иркутск, мало того, что мы делаем этот задел, по которому потом можно будет даже восстанавливать какие-то детали, на которых можно учиться и попытаться потом их снова воплотить. Мы теряем сейчас качество и умения, катастрофически теряем. То, что сегодня делается под видом реставрации, чаще всего насмешка. Я вижу только единичные дома, где сохраняется то настоящее качество. В основном это какая-то пародия очень плохая, да, она все на это. Давайте, вот каким должен быть музей. Не знаю, обычно людям больше нравится, когда там что-то понятнее и нарисовано. Мы имеем землю, мы имеем новый город, какой-то строй. Я всегда говорю, делайте вы этот город в фоне любой, он может быть какой хотите. Да, Иркутск, я уже рисовал эти проекты. Да, он может быть любой. Там, вверху. А внизу, вы помните, как Павлов строил? Он делал вот на два этажа, на два этажа, поднимал дома. Обратили внимание, что дома на ногах, над ними все смеются, да? А Владимир Азаревич Павлов, тот, которого считают как бы не иркутским архитектором, а он как раз спасал вот этот нижний уровень двухэтажного Иркутска. Вот, вот что делал Павлов в своих домах на ногах. Это была его идея. Да, люди живут на первом, на втором этаже, их вот ареал, так сказать, да? Вот здесь ходят люди. Они туда не смотрят. Иркутск, это я сейчас даже дальше пошел. Я сейчас рассказываю о концепции, которые до сих пор нам не могут ясно изложить наши архитекторы. Вот. Иркутск может быть там, на верхних этажах, любым. И даже самым разным, и даже суперсовременным, суперинтересным. Он может там играть и светиться всякими космическими вещами, да? Но это внутри квартала. Это вот, если я вот здесь вот нарисую, да? Вот у нас же Иркутск сделан поквартально. Вот я вот здесь вот сейчас нарисую, да? То есть, вот улица, вот улица, вот улица, вот улица. Вот квартал застраивался всегда застройкой вот этой нашей двухэтажной, деревянной и так далее. Это я сверху нарисовал в плане. Пожалуйста, стройте здесь любые высотки. Оставляйте периметр квартала старым Иркутским в центре. И для этого, для этого и не надо никакого музея. Наоборот, надо вот в центре города сконцентрировать, свести остатки этих домов вообще. Еще, они же есть у нас, они есть в Свердловском районе, еще какие-то нормальные особняки хорошие. Есть еще где-то пропадает, может даже из других городов, близлежащих от дома городского типа, вот эти вот. Которые формируют лицо вот этого вот нашего старого, максимумасштабного людям Иркутска, да? И здесь, правда, сейчас уже начали наши современные архитекторы, начали сюда внедрять свою какую-то вот эту уродливую кубическую застройку. Нет, категорически вот этого красного не должно быть, да? Мы должны здесь вот строить либо очень точную стилизацию, либо восстанавливать, либо очень грамотные и правильные архитекторы должны застраивать вот этот вот первый, второй этаж, уровень, человеческий уровень. И застраивать, восстанавливать, сохранять. Это я сейчас нарисовал, в общем-то, концепцию старого Иркутска в центре, да, соединение старого и нового. Я же не против строительства нового. Строим, строим что угодно. Хотя в идеале, ну в идеале, конечно бы, надо бы вот этот центр небольшой, который я говорю, ну буквально от Ангары до декабрьских событий, буквально от площади Кирова до 130-го квартала. Вот, собственно, это очень маленький в масштабах Европы клочок земли. Можно было бы там, в общем-то, сделать на него специальный проект отдельный. Отдельный, буквально по домам, по улицам. Сделать и представить, как это будет. То ли это будет вот по такой системе, то ли мы откажемся от этого, от верхнего этажа и оставим только это. То ли мы это сделаем какими-то частями. Здесь будем делать, здесь не будем делать. Я не знаю, существует ли такой проект, но я его до сих пор не видел. Мне его никто не показывает. Специально, не специально, есть он его, нету, я не знаю. Ладно, сейчас вот. Так вот про старый-то Иркутск, про музей Иркутска. Дело в том, что... С концепцией понятно? Это очень-очень быстро и очень упрощено, да? Ну, это же интересно. Вот таким Иркутск кто не хочет видеть? Вот здесь наш старый любимый. Здесь живут люди, а там современный город. Ладно. Да я это показывал уже не раз. Про музей. Итак, современный музей современного Иркутска – это глупость, да? Но музей Иркутска, конечно, должен быть. И что мы имеем? И мы имеем опять где-то в городе, за городом, ну, лучше в центре города. Ну, вот у нас тут есть старый наш город, да? Вот он где-то там, я не знаю, в пределах тех же самых иркутских кварталов есть что-то. Вот здесь какая-то зеленая, может быть, зона есть, есть, да? Отделяет. Ну, а здесь давайте мы сделаем вот такую вот. Перекроем. Я уж не знаю, так ли, так ли. Ну, это нужно закрыть и желательно, конечно, уберечь это хотя бы от снега и воды. И свезем мы сюда вот, отовсюду, со всего города, остатки. Разместим на стенах, на специальных стендах, на стеллажах. На стеллажах бревна. На бревна расположим эти окна. Сделаем специальные стенды, на которых расположим разного вида эти окна. Детали. Вот. В конце концов получится такой мини-город. Но уже, естественно, не жилой, а тот самый настоящий музейный мини-город. Здесь будет собрание. Я вам гарантирую, что сюда будут люди ходить. Иностранцы будут сюда ходить. Рано или поздно вот те детали, те драгоценнейшие резные украшения, которые сегодня мы теряем, растаскиваются, гниют и сгорают. Их надо... Вот мы видим дом там уже все. У нас же как саваном покрыли, вот этим рекламным баннером этот домик. Значит, все, уже приготовили к смерти. Там покрыли... Весь город покрыт вот этими саванами. Не издевайтесь над этими вот больными домами уже, умирающими. Снимите этот саван, найдите эти небольшие деньги, хотя бы его разберите и перевезите вот сюда. Даже не надо восстанавливать. Я понимаю, у вас нет денег. Я понимаю, господа, чиновники и работники вот там всех этих верхних эшелонов, у вас нет денег. Вам надо туда съездить, вам надо туда съездить. Куда вы их дели, я не знаю эти деньги. Вот. Но нету, да, но нету. Ну хорошо, нету. Ну вы хотя бы просто эти детали привезите и сложите их. Соскладируйте. Уйдете вы наконец-то когда? И придут на ваше место грамотные финансисты, грамотные хозяйственники. Вот. Ну найдут они те копейки, по сути дела, вот в городском масштабе. Найдут они те копейки, чтобы взять вот эти сохраненные детали, вот эти вот детали, и расставить их хотя бы в каком-то таком вот красивом экспозиционном виде. И в конце концов, если вы такие меркантильные, денег у вас нет, вы будете брать за ход вот здесь, поставите ворота, калитку поставите, и сюда иностранцы у вас будут ходить, и они будут щупать вот эти вот деревяшки теплые, которые сделаны руками человеческими, вот эту резьбу. И дальше вот этот музей послужит дальнейшим банком для того, чтобы строить современный Иркутск. Но уже современный, с преемственностью. Каждый грамотный архитектор где-нибудь, когда будет строить свою современную, будь то коробку, будь то какую-нибудь ерунду дизайнерскую, пусть он что угодно делает, высоко там, что угодно можно здесь сделать, но вы вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда, потом сюда на первые два этажа, на первые два уровня свезете настоящий подлинный Иркутск. Подлинный, не фальшивый, не поддельный, не вот тот фанерный или пластмассовый, которым сегодня вот этот вот мишура украшает так называемую реставрацию. Нет, вы возьмете вот эти сохраненные, драгоценные, которые со временем приобретут, ну я не знаю, как любое произведение искусства приобретает ценность. Это будут драгоценные вкрапления подлинной истории, вот эти наличники, вот эти бревна, вот эта фактура дерева, вот эти, может быть, каменные вкрапления вот в нижнюю часть архитектуры современной, вот они создадут тот самый облик того настоящего Иркутска. То есть, вот оно лицо Иркутска настоящего центра. Да, современный, суперурбанистический город сверху, вот он. Он может быть любой, он может быть самого сверху. А вот здесь не подделка первый этаж, не стилизация, а подлинные, свезенные, сохраненные детали, дома, части домов, вот сюда вот поставленные, вкрапленные каким-то образом. Ну, это грамотно надо делать, это должны делать умелые, стилистически грамотные люди, не те, которые сегодня вот пытаются в среду, в историческую внедрять свою, вот эту вот, какую-то железобетонно-стеклянную вот ерунду. А мы возьмем подлинный Иркутс, который еще вот теплый, живой, наш, родной, да, и вот сюда мы вот это вот насытим, то, что всем нам нравится, то, чем все любуются. И потом, может быть, очень-очень деликатно вставлять сюда какие-то современные детали, ну, как хирург, как хирург очень деликатно вставляет протезы, которые неотличимы, неотличимы от настоящего организма, да, и город тогда наш заиграет старым и новым сочетанием. Вот это вот, вот такая красота декоративная, и в то же время она естественная, она не фальшивая. Вот, вот все витражи, все окна, все переплеты, вся резьба, вот, сконцентрирована в центре, в историческом, при этом совершенно не отрицая современные застройки, которые очищение города от грязи, от мусора, город приобретает свою новую функцию, но сохраняет свой старый вид. За счет чего? За счет того, что мы сохраним хотя бы в качестве музейных экспонатов, а потом их оживим в реальную застройку. Таким образом, сейчас у нас есть как бы два этапа. Первый этап, хотя бы спасти детали. Я говорю, я уже не мечтаю спасти город как цельный организм. Уже все, он практически умер. Вот, но хотя бы спасти эти детали, свести их в музей, в тот самый, о котором вы сегодня будете говорить, а потом их воплотить в жизнь, в современную уже архитектуру и создать. Это должен делать интересный, грамотный, обученный художник-архитектор одновременно. Я думаю, у нас такие люди найдутся все-таки. Это интересная задача. Это интереснейшая творческая, художественная задача, как вот это соединить с этим. Она должна быть решена, ее никто не решает. Чтобы ее решить, нужен вот этот этап этого музея.